Всем привет, с вами я, Заза. Продолжаем проходить GTA Liberty City Stories и на очереди у нас под миссия Evening Angels. Итак, для начала вам, конечно же, нужно одеть костюм. Выглядит он вот так, такой зелененький, естественно, в сейфхаусе одевается. Затем я всем советую приезжать куда-то вот сюда, потому что здесь найти этих людей очень просто. Также я советую сделать неразбиваемую машину. Как сделать неразбиваемую машину, вы можете посмотреть видео у меня на канале, я думаю, вы его найдете. Ну и в принципе все, начинаем поиск этих людей. Ну и также советую вам закупиться немного патронов, как я это сделал. Вот видите, у меня 700 патронов, практически 800-780. Итак, теперь ищем людей, одетых, как мы. И начнем у них под миссию. Здесь, конечно, как обычно, толпучка. Они ходят и внизу, и наверху. В общем-то, встретить их довольно просто. Но не всегда сразу же они встречаются. Так, давайте посмотрим. Может быть, где-нибудь здесь. Вот, да-да-да, был. Где он только? Ага, вот он. Значит, подходим. Ну, в моем случае надо нажать вниз джойстиком. В других случаях может быть просто вверх стрелочка, если вы играете. Смотрите, все зависит от управления. И нас, в общем, активируется под миссией. Нам надо вынести людей, выносить их. Моя машина, так, все нормально. И советую вот что. Старайтесь делать так, чтобы этот чувак никогда не умер. Потому что в теории вы должны... О, Господи, аккуратней. Куда-то побежал. Потому что в теории, если у вас человек умирает, вы должны найти следующего, и тогда под миссия продолжается, если вы успеваете это сделать вовремя. Но на практике, по крайней мере, у меня не выходило это, потому что люди просто не садились ко мне в машину, не подходили ко мне. Поэтому старайтесь, чтобы он не умер. Пройти надо 15 уровней. Они все однообразные и, в принципе, не очень-то сложны. Вот, смотрите. Например, этих можно вот так вот давить. Они вообще просто ничего не делают, по-моему. Ну, и фигу с ними. Давай, вставай. Ну же. Все. Первый уровень, так сказать, пройден. И так каждый раз у вас будут возникать новые соперники, так сказать, противники, которых надо убить, чтобы навести порядок в городе. В принципе-то и все. Я думаю, здесь ничего объяснять больше не надо. Советую не выходить из машины, если это, конечно, не будет прям такие требования. Цели могут быть как наземные, то есть как те, так и вот у нас в транспорте. На этого мы и покупали. Помню, что всегда они через какое-то время будут выходить из машины. Обычно они бегут на вас. Но вот это вообще какой-то странный чувачок. Решил даже не бежать на меня. Вроде бы как огнестрельного оружия вы здесь не встретите, в Портленде. Пройти эту миссию надо на всех трех островах. Но так как у нас открыт пока Портленд, мы будем проходить, естественно, в Портленде. Почему я прохожу сейчас именно эту подмиссию, а не, например, миссии Марии, как я и хотел? Да все дело в том, что эта подмиссия, на мой взгляд, посложнее все-таки, хоть она довольно простая. Но она подольше, чем миссии Марии. А пока есть время, я думаю, лучше пройти то, что будет занимать больше времени. Потому что когда времени не будет, снимать короткие видео будет как раз-таки очень даже удобно. Ну что, здесь я думаю, сейчас мы третий уровень пройдем. И я думаю, остановлю, ну не то, что остановлю, ускорю видео. Потому что что вам смотреть-то на то, как я тупо катаюсь и стреляю. Поэтому, в принципе, все сами пройдете. И вернусь я, наверное, на пятнадцатом уровне. Но пока давайте хотя бы доедем до них и убьем. Это, я так понимаю, да, наземные цели. Вот эти, кстати, очень опасная банда. Она, если в очень большом количестве народу бывает, появляется. И тогда они просто успевают выкинуть вашего друга. Ну сейчас видите, их совсем немного. Тогда их было штук десять. Поэтому будьте осторожны. И не лезьте на рожон, старайтесь их убить аккуратно. И так, чтобы вашего друга не убили. Ни в коем случае. Так, ну возможно, вам, кстати, повезет больше и он будет выживать. О, совсем недалеко. Ну и давайте опять же пройдем сейчас тогда. Четвертый уровень. И, в принципе, я так понял, у них места всегда повторяются. То есть, спустя несколько попыток у вас начнут даже, скорее всего, повторяться заново. Вот это, кстати, у меня еще ни разу не попадались. Но, видимо, это вандалы подожгли автомобиль. И теперь пытаются убежать. Но они явно не умеют убегать от правосудия. Потому что бежать в забор, ну, мягко говоря, нелогично. Ну, один там куда-то далековато убежал. Нет, не убежишь. Ну все, думаю, здесь как раз таки ускорю. И вернусь перед пятнадцатым уровнем. А, возможно, даже на пятнадцатом. Ну вот, у меня и случилось то, чего я боялся больше всего. Я потерял своего Evening Angela. Его, походу, убили. Наверное, зря я все-таки вышел из машины. Это, кстати, уже довольно высокий уровень. Это девятый. И очень будет обидно, если сейчас все-таки они не подсядут. А, скорее всего, так и случится. Ну, давайте попробуем кого-нибудь найти. Вдруг все-таки кто-нибудь подсядет. Потому что два раза перед этим, когда я пытался заснять, у меня тоже их убивали. И, опять же, я не мог никого найти. Все просто проходили мимо. Так, ищем Evening Angela. Пока я даже их просто не вижу. А, ну вот, один идет. Ну, блин. Что мне сделать? По-моему, даже развернулся. Хм, 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 хм. Чувак. Не знаю уже, на что бы еще нажать. Хм, что пишет игра. Найдите Evening Angela и останетесь рядом с ним, чтобы получить свою следующую миссию. Но у нас... Мы его нашли, вроде как. Ну, дай мне миссию. В общем-то, как я и говорил, походу, это без вариантов. Нельзя терять. Evening Angela. Да еще в этой темноте, блин, я нифига не вижу. Ну-ка. Ну, не намного лучше стало. Ну, мужик. Что б тебе? Иди сюда. Дай мне миссию. Спасибо. Четыре минуты. По истечении них у меня провалится миссия. И мы будем проходить ее заново. Ну, точнее, не мы, а я. С первого уровня. К сожалению. Даже не знаю, как еще по-другому. Что можно сделать. Что я делаю неверно. Эй. Эй. Ну, ладно, ребята. Думаю, это вообще бессмысленно ждать. Поэтому, когда у меня время истечет, я начну миссию заново. Дойду. Попробую дойти уже. Не буду говорить, дойду до 15 уровня. Попробую дойти до 15 уровня. И если я дойду до него, то мы включимся обратно. Так сказать. Потому что, ну, это, походу, без вариантов. Он мне подал надежду, когда остановился. Он просто решил развернуться. Ну. Го. Да еще и тот, которого я пнул, походу. Блин. Ну. Что-то какое-то странное он. Не знаю, что еще можно нажать. Ну, давайте. Cancel. Смысл нам. Только что-то даже не хочет. Cancel. Ну. Analog stick. А, все. Ну, что ж. Я сейчас вернусь. Ребята, я вот сейчас тут такой вот, не знаю. Ну, не баком. Может быть, какую-то неработку. А может, и бак действительно нашел. В общем, мне дают работу. Хотя я, к сожалению, убил своего Evening Angel. И я не понимаю, почему. У меня есть одна догадка. Вроде бы, когда я начинал, я остановился около двух Evening Angel. Но так как у меня машина все одноместная, то вместился туда лишь один. И теперь, походу, второй мне дают задание. Потому что у меня в машине никого нету. И, в принципе, вот, сейчас покажу. Думаю, видно, что никого нету. А вот когда я начинаю кого-то убивать. Смотрите, вот сейчас мы прошли уровень, да? И мне дают следующую работу. Что за бред? В общем, я не знаю, бак это или недоработка. Если это действительно так работает. То есть, если берешь двух, и один просто остается где-то там, вдалеке. То тогда, я думаю, даже сниму отдельное видео. Потому что это будет считаться как секрет. Ну, а если все-таки нет, то тогда мне просто сказочно повезло. Ну, в принципе, на этом, я думаю, опять могу отключиться. Четвертый уровень всего лишь. До 15-го, сами понимаете, далеко. А, и вот эти вот мне тоже, они в него бесят. Они начинают убегать в рассыпную. И если в тот раз у меня было дофига народу, то в этот раз всего 3-4 человека, то это не так страшно еще. Ну, тогда реально была просто огромная толпень. Ведь чем больше уровень, я так понимаю, тем больше народу спавнится. Вот это, наверное, а, даже пятеро их. На мой взгляд, самое, ну, то, чтобы не то, что тупая, самое сложное. В том плане, что они разбегаются все в разные стороны, а времени не так уж и много. Ну, благо здесь народу мало. Ну что, ребят, я вернусь, когда будет 15-й уровень. Надеюсь, все-таки он будет у меня. Ребят, 15-й уровень, наконец-то. Я каким-то, ну, невообразимым образом потерял свою машину. Сейчас вам расскажу, как это произошло. На одном из мест, ну, там как раз, где люди любили разбегаться. А, ну вот, это место как раз-таки и есть. Я решил выйти из машины, чтобы кинуть коктейль Молотова. Я заметил то, что моя машина начала скатываться вниз по склону, но не придал особо сильного этому значению. Подумал, что, ну, сейчас догоню ее, все равно они сейчас разбегутся. Но они решили бежать все на меня. В итоге, пока я с ними расправился, вроде прошло не так много времени, но машину свою я уже найти не смог. Поэтому пришлось сесть в первую попавшуюся. Я уже даже один раз перекрашивался, потому что машина явно сильно взрывается. Все получают урон от того, что мы врезаемся. Поэтому делать машину неразбиваемой очень-очень-очень даже полезно. Посмотрим, будут ли они разбегаться или побегут на меня. Я надеюсь, все-таки... О, отлично. Смотрите, как мы делаем. Та-ра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Миссия пройдена. Отлично. И, как мы видим, нам написано, уникальный Avenger доставлен к нашему гаражу, то есть к сейф-хаусу. Давайте же съездим посмотреть. Да, 16-й уровень, но зачем нам он нужен? Едем посмотреть на Avenger. Но меня очень удивил тот факт, что у меня реально никого нет в машине и не было. Поэтому это просто офигенно. Ну же, где мой... И вот он он, да. Я думаю, вы заметили уже. Avenger, уникальная машина. Я не стал снимать в уникальных машинах такие уникальные машины, которые достаются... Господи, я уж совсем заговорюсь. Я не стал снимать в видео про уникальные машины такие уникальные машины, которые достаются нам в подмиссиях, потому что я считаю их не то чтобы уникальные. Я, конечно, уникальные. Они единственный раз появляются, и больше мы его никогда не увидим, если мы, конечно, сейчас его не сохраним. Но я подумал, что это слишком будет. Так, ну-ка. Поэтому припаркуем этот Avenger тут. Его характеристики я не помню. По крайней мере, то, что он точно уникально выглядит, это однозначно. Но я думаю, в принципе, если захотите, напишите в комментариях, типа, Зуас, мы все-таки хотим увидеть характеристики. И тогда я в описании к видео оставлю его характеристики. В принципе, посмотреть их не так сложно. Ну что ж, наконец-то я прошел эту подмиссию. Я очень рад. Это, наверное, четвертая попытка была. В общем, что я хочу посоветовать? Ну, в первую очередь, делать неразбиваемую машину. Это обязательно, на мой взгляд. Потому что проходить с обычной машиной не то чтобы невозможно, но это будет в несколько раз сложнее. Затем, если это действительно работает, я это проверю обязательно, вербовать сразу двух людей. Притом, одного человека надо где-то оставить вдалеке, чтобы вы могли спокойно проходить подмиссию, не волнуюсь, за человек. Либо же вербовать одного человека и не давать ему сесть в вашу машину. То есть оставить его там, вот около лестницы. Я не знаю, работает или нет. И когда проверю, я тоже. Хотя, наверное, даже сейчас проверю. Не на видео, естественно, а просто. И потому что тогда будет... Не надо волноваться. Я только не понимаю, как это сработало все-таки. Мне кажется, все-таки это баг у меня произошел какой-то. Но посмотрим. Ну и в принципе все. Дальше просто закупиться патронами и побеждать в этой подмиссии. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был я, Зазов. Всем удачи и пока.